Глеб Климанов живет и учится в поселке Чикдамын. Мальчик с детства ходит в лес, умеет в нем ориентироваться. Его отец – егерь. Он где-то осенью уезжает, где-то в середине. Приезжает на Новый год так, чтобы с семьей побыть. И снова уезжает. У него там свой участок, он за ним присматривает, там все делает, чтобы там можно было находиться и животные жили там, в принципе. Таких ребят, как Глеб, в селах и небольших городах много. Семьи, которые живут близко к природе, часто работают в лесном хозяйстве целыми династиями. За плечами директора Вяземского лесхозтехникума Анны Шевцовой 25 лет лесного стажа. Я работала, начиная от мастера леса, лесничьим, руководителем аванского лесничества и 7 лет на государственной службе в управлении лесами правительства Хабаровского края. Государственный лесной контроль осуществляли и тушение лесных пожаров пока до реформы. Работа лесничего из той категории профессий, куда идут по призванию. Специалисты мотивированы в основном любовью к лесу, а ее надо прививать с детства. Эту функцию выполняют школьные лесничества. В таких отрядах дети ходят в походы, учатся ориентироваться в лесу, сохранять дикую флору и фауну. Возможно, не очень популярное направление в деятельности современной молодежи, но в целом, конечно, мы испытываем определенные потребности. Это не только в области лесного хозяйства, это и в области обработки древесины, лесопереработки. У нас край лесной. В последний раз слет школьных лесничеств в Хабаровском крае организовывали 15 лет назад. Традицию решили возродить. В этот раз в Вяземском лесхозтехникуме собрались 60 детей из разных районов края. Презентовали свои отряды и рассказывали, чем занимаются. Машины останавливали, проверяли, вырубали лес лицензионный, либо нет. В течение года мы убираем, чистим, садим на пришкольном участке. У нас новая школа, и нам необходимо ее озеленить. Мы в этом году только зайдем. Участок, конечно, огромный. Первое школьное лесничество было открыто на территории Хабаровского края 60 лет назад. Профессия трудная, потому что нужно постоянно находиться в тайге, либо бороться с лесными пожарами, либо восстанавливать древесину. После рубок, после болезней. И людей у нас не хватает. Площадкой для слета не зря выбран Вяземский лесхозтехникум. Это единственное на Дальнем Востоке заведение, где готовят специалистов лесного хозяйства. Ближайшее в Красноярске. Ежегодно здесь обучается свыше 500 человек. Лесное лесопарковое хозяйство, технологии лесозаготовок, охотоведение и звероводство. У нас специальность есть. Еще специальности, скажем так, сопутствующие. Это мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и технолог дорожных и строительных машин. Мы вводим две новые специальности. Это информационные системы и программирование. Конечно же, будем давать с лесным уклоном. Лесному хозяйству региона нужны квалифицированные кадры. Отрасль динамично развивается. В крае реализуется проект Дом Дальневосточника. Предприятия по поручению президента отказываются от экспорта круглого леса в пользу глубокой переработки. Вслед за этим должна измениться и нормативная база. Вопрос недавно обсуждали на заседании парламентской ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья. Наши предложения касались того, что необходимо все-таки отложить во времени и сделать более поступательными процессы таксации лесов. Необходимости привести в соответствие различные подзаконные акты, которые предписывают работу с информационными системами в сфере лесопользования. Проводить подобные слеты школьных лесничеств в регионе планируют ежегодно.